В прошлом у него были судимости и проблемы с наркотиками. Она работала в правоохранительных органах. Что же случилось после того, как они встретились, узнаем сегодня. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Иван. Иван, давай. Очень приятно. Так, поправляйте меня, если вдруг что-то буду говорить не так. Пока к вам шел, пока осматривался, у вас около 20 коз. Ну, где-то так. Около того. Вы тоже не считаете? Мы не считаем. Правильно. Двое детей? Двое влач, а старшего просто дома нет. Старший пока в больнице. Сколько птиц у вас, которые тоже приветствуют нас сейчас? Около 15-16 где-то так. Ну, если не секрет, вот я, например, пропитаюсь таким желанием жить вдали от цивилизации, уехать от всех, быть поближе к природе, к лесу. Что стоит вот это? На что рассчитывать простому городскому жителю? На тот момент, ну, в моем понимании, это стоило очень даже недорого. Я 1700 долларов заплатил полностью за дом. Там уже какие-то переоформления. Плюс проводка новая. Ну, и так. И просто приехал. Да. Ну, то есть 2 с копейками тысяч долларов. Здорово. Ну, это было 12 лет назад. Да. Пойдемте смотреть, как вы живете. Очень уютный, такой по-настоящему теплый деревенский дом. И здесь тепло, это не только такой эпитет, да, из мира какой-то. Не нашей реальности, здесь вот настоящая деревенская печь, можно сказать. Я вижу, что на ней в целом при желании можно еще и готовить. И мы готовим, и я очень часто люблю там и яичницу из перепелиных яиц поджарить, и что-то и так готовить, и чайник там очень часто кипячусь. Сейчас уже как сезон пошел, и печь постоянно сопится, почему бы не пользоваться. Такая короткая статичная экскурсия. Что тут по комнатам вообще, вот сколько их, и вот где что находится. Вот здесь у нас это, я так понимаю, кухня, да. Мы уже вот это помещение определяем как столовая. Ну, а это универсально. Здесь и столовая, и игровая комната, детей, и спальня. Ребенки здесь уснуть могут, и, в общем, такая универсальная. Ну, больше все-таки как столовая. Там кухня, где уже практически все время супруга готовит. Кухню мы туда перенесли недавно. То есть еще какое-то время назад. Там было нежилое помещение, даже пола не было. Ну, и там уже гостиные, комнаты. Там уже, да, там вторая половина дома практически такая же, как и это. Дом небольшой, и там, да, одна большая комната, и вторая комната старшего сына. Не могу не обратить внимания, у меня за спиной холодильник уже, как я понимаю, с какой-то частью продукции. Это один из холодильников. Один из холодильников. Да, то есть есть еще холодильник, где именно сыр. Здесь я в основном уже ставлю молоко, потому что его много, и в обычном нашем холодильнике не помещается. Ну, и что-то так. Мне, как городскому жителю, всегда казалось, что купить дом, я уже не говорю про хутор, это очень дорого. Но каждый раз, знакомясь со смелыми белорусами, понимаю, не все так страшно. Было бы желание, а хутор всегда найдется. Когда этот дом перестал быть для вас такой сезонной дачей, в которую можно приехать 3-4 раза в год и стал постоянным местом жительства? Летом 2019 года. Мы приехали уже сюда, зная, что, ну, мы здесь будем жить. Я правильно понимаю, вы жили до этого в городе? Да, у нас была комфортабельная четырехкомнатная квартира. Ну, так сложились обстоятельства, что мы уже здесь жили. Ну, то есть мы приезжали уже сюда, нам это нравилось, несмотря на то, что у нас была квартира, и не было еще таких мыслей, что вот здесь мы будем жить. Ну, так сложились обстоятельства, что вот мы когда-то с моей первой супругой вместе кредитовались на эту квартиру, то есть, ну, и пришлось ее поделить нам. То есть, ну, у нас был вариант либо оставаться там и жить с соседями, скажем так, либо искать что-то свое. Я мужу сказала, что хоть куда, хоть в шалаш, ну, давай едем. А кем вот вы были в той, ну, вот в той городской жизни, когда еще была вот эта комфортабельная четырешка, чем занимались, где работали, что делали? Я в прошлом немножко занимался бизнесом. У меня был салон сотовой связи, продажа цифровой техники, компьютеров, ноутбуков, телефонов мобильных и магазин брендовой одежды. А у вас был Миша уже? Да, у нас уже был Миша, причем на момент нашего знакомства мы уже были мысли насчет переезда в Польшу. Ага. Ну, мне эти мысли не очень нравились, потому что здесь у меня хорошая работа, стабильное место. Я работаю в правоохранительных органах, поэтому, ну, я понимала, что уезжать в другую страну, это значит стать там никем. Ивана, какова эта жена, работающая в правоохранительных органах? Я не знаю, я, вы знаете, почти не почувствовала этого. Серьезно? Мы когда познакомились, моя супруга была еще оперативным сотрудником. Оперативным сотрудником? Ну, это прям в полях, прям вот, ну, засадок. Ну, прям по специальности, потому что я закончила Академию ОВД и, соответственно, 4 года после выпуска я работала. Вы можете смотреть по телевизору все эти сериалы про оперов? Нет, никому не советую, потому что именно из-за них я пошла туда, а в них, оказывается, все неправда. Все не так? Все не так. Как и в сериалах про врачей или спортсменов. А с другой стороны, если бы Светлана не смотрела сериалы про милиционеров, правоохранительные органы могли бы потерять ценного сотрудника. Как случилась история с козами, история с гусями, с собаками и вообще с вашей вот уже теперешней деятельностью здесь? С козами получилось все очень интересно. Наши знакомые уезжали на море и не знали, куда оставить своих коз. У них там было 3 или 4 козы. Обычно просят за котенком посмотреть, да? Да, они попросили за козами. Они их сюда привезли, доставили, сами уехали отдыхать на море. Причем им понравилось очень сильно отдыхать. Когда они вернулись, еще месяц он за ними не ехал. Ну и заодно он привез одну козу и сказал, что вот эта соседка накануне мне отдала, потому что она не может за ней ухаживать, и я оставлю ее вам. Самое главное, что нам очень понравилось молоко. И вы знаете, что несмотря на тот стереотип, что козье молоко, там многие люди говорят, что это невкусно, полезное и невкусное. То есть понятие такое полезное и невкусное. Я так не думал, конечно, но когда-то давным-давно я пробовал козье молоко, тогда оно мне не понравилось. А здесь моя супруга заказала вот у этого парня, который нам этих коз и привез, три литра молочка. Он нам привез, мы поставили в холодильник, в церкви. И я тихонечко, чтобы никто не видел, пошел и попробовал это молоко. Чтобы, ну, знаете, как-то так не выглядеть, ну, потом плохо. И я на удивление, мне настолько оно понравилось, что я просто даже не поверил, что вот настолько оно вкусное и приятное. Почему козье молоко хранилось в церкви? Этот вопрос никак не давал мне покоя. Рассказ о первых козочках прерывать не хотелось, поэтому я нашел место и задал этот вопрос чуть позже. Первое вот это самое козье молоко вы хранили в холодильнике в церкви. А почему в церкви? В моей жизни все было очень сложно, пока не было церкви. Пока не было Бога в моей жизни все было очень сложно. Я смеюсь иногда, но у меня как-то в прошлой жизни судимостей больше, чем звезд на погонах у моей супруги. О, да. Да, я в прошлом был наркозависимый человек 24 года назад. Вот я прошел центр реабилитации, уверовал. И стал сам так же помогать таким же людям, каким был когда-то сам. А супруга уже после нашего знакомства, так же мы с ней общались. И в том числе на эти темы общались. И супруга тоже поняла, что есть один путь верный для нее и для нас обоих. Это путь христианина. А вы сразу рассказали супруге о своем прошлом с учетом ее до еще работы в правоохранительных органах? Да, я сразу рассказал супруге. И даже рассказал именно в том смысле, что, ой, извини, я в прошлом, вот у меня такое прошлое. Я просто для себя не представлял, что девушка моложе меня на 17 лет, учитывая ее воспитание, ее образование, академия милицейская, капитан милиции. И она, ну, и что-то у нас может получиться. А как она отреагировала тогда на вот такое заявление? Возможно, из-за того, что я не так давно была в этой системе, ну, скажем так, и не успела просто очерстветь как-то или что. То есть, ну, я всегда в любом человеке смотрела именно на человека. То есть мне не важно было его социальное положение, какое-то прошлое, потому что в его истории был еще очень такой фактор, который подкупал. Он помимо своей судимости рассказал еще о том, как он растил двоих детей, когда с первой супругой были сложности. Мы как-то привыкли к тому, что женщина может в одиночку растить двоих детей. Это очень печально и так быть не должно, но, увы, это реальность. В истории наших героев все в точности да наоборот. Светлана сказала, что, Иван, вас, ее зацепило то, что вы, ну, можно сказать, растили двоих детей один. А как так вышло, почему? Так вышло, что я женился, мы родили двоих детей, и у супруги были проблемы. Наверное, до 7-8 лет детей обоих. Вот они у меня по годке, одному 7-2-8, и, скажем так, ну, с момента рождения там периодически было, что моя первая супруга еще была вместе с нами. Ну, скажем так, я считаю, что все-таки этот период я до 7-8 лет полностью воспитывал их один. У меня тогда бизнес был связан и с, скажем так, как с продажами, так и с заказами, и с логистикой, немножко с Европой, немножко с Арабскими Эмиратами. И я очень часто ездил, путешествовал и в Чехию, и одно время там в Швейцарию ездил. И я везде брал их с собой. Ого! Да, они со мной в этом возрасте, к сожалению, сейчас они этого уже не помнят, но они обкатались со мной, скажем так, почти всю Европу, до Швейцарии. А сейчас они? А сейчас они уже старшая дочь в Варшаве с мамой, и вот сейчас решается вопрос у нас на данный момент. Также сын тоже изъявил желание уже быть с мамой. Очень жаль, что вышло именно так, но в этой истории греет душу, что дети всегда были с любящим папой и умудрились посмотреть мира больше, чем многие и за всю жизнь увидеть не успели. Каково это на хуторе жить с двумя детьми? Здорово. Первое время после переезда еще где-то, возможно, были какие-то страхи, опасения, вот когда на ночь оставалась я одна, когда мы, наверное, еще не жили здесь, да? И муж уезжал в рейсы отсюда. Было страшновато и жутковато. Но когда мы стали здесь жить, для нас это лучшее место. Ну а вы вот сами для себя, ну, я не знаю, думали, принимали такой ход событий, при котором дети могут повзрослеть и сказать спасибо, но, например, это не наше, мы в город. Мы достигать, добиваться, прорываться. Ну, вы знаете, старший сын вот у нас на данный момент, он еще с нами, он просто сейчас пока вот сейчас здесь не с нами, но ему уже 15 лет. Да, достигать, добиваться, айти и прочее, прочее. Ну, его жизнь, он такое для себя избирает. Он здесь немного пожил, он не успел это полюбить, он не успел это принять как естественный ход его жизни. Миша, он-то родился еще в городе, ну, конечно, он там годик только пожил, уже вся жизнь его здесь. А самый младший уже говорил, то он здесь и родился, и скажем так, выберут путь, социум, цивилизация, расти, стать миллиардером. Они нам даны богом во временное пользование. От нас зависит то, что мы в них вложим по мере своих понятий и возможностей. А уже если они выберут что-то другое, то их будет путь благословляем и вперед. Иван с болью в сердце рассказывает про желание старшего сына уехать в Польшу. Конечно, ему хотелось бы, чтобы сын, как и раньше, был рядом, но насильно мил не будешь. А за что тогда вы живете? Вы оставили позади бизнес, вы оставили правоохранительные органы, нет никакой постоянной стабильной... Органы не оставили, мы скоро туда выйдем. Да? Да. В декабре месяце вот уже выходит свертое декретное. Заканчивается декретный отпуск. И вы будете прям... Будет, да, настоящим милиционером. Опять оперуполномочия? Нет, нет, я в паспортном столе работаю. А, хотя там тоже, наверное... Спокойней, ну спокойней. Я понял, но тем не менее, ну, будет работать одна Светлана. За счет чего, ну, вы живете сейчас? Я тоже работаю. Я работаю на 0,25 ставки, правда, получаю, пусть, небольшую зарплату. Я получаю еще немножечко. У меня есть пенсионный доход, так как у меня есть некоторые там проблемы по здоровью, у меня есть пенсия. Вот, ну и у нас личное подсобное хозяйство. А личное подсобное хозяйство имеет право при наличии вот коз, курей там и всего остального продавать свои излишки, не платя налог. Ага, а излишки это что? Ну, вот в вашем случае, что вы можете продавать? Мы продаем молочную продукцию, то есть это сыры, творог, сгущенка, яйца. Перепелок. Один из таких интересных продуктов, наверное, маринованные перепелиные яйца. Ух ты! Да, маринованные в соевом соусе, это очень эксклюзивный такой продукт. И, скажем так, основная цель нашего хозяйства не заработать, а обеспечить себя хорошей, качественной продукцией. И, ну, за счет продажи излишек мы просто можем покрывать расходы на содержание этого хозяйства. Честно. Василий, мы, конечно, нам нравится с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, но у нас работа всегда здесь есть, она не заканчивается. И уже подошло время, чтобы нам замесить тесто на хлеб. У меня уже стоит опара, поэтому нужна будет помощь. Оно кажется женская работа, но сила понадобится. Хорошо. Но учитывая ваши физические способности, я для этого не гожусь. Это куртка толстая, я уверяю. Хорошо. Также мы дуем наших козочек доильным аппаратом, и производитель рекомендует раз в неделю делать полную промывку всех составляющих. Ну, и вы, естественно, ждали меня и не мыли его. Ну, да, мы решили воспользоваться случаем. Также кролики мои тоже говорили, когда приедет Вася. Да? Какая милость. Хотят, чтобы немножечко там гигиена у них там. У кроликов мыть будем? Нет, не кроликов. Почистим клеточку. Почистим клеточку, да. Немножко загрязнились они. Тесто, доильный аппарат и кролики. Давайте работать. Вперед. Что здесь из магазинного? Давайте сразу оговорим. Вот без чего, ну, пока что вам невозможно без магазина приготовить. Ну, мука. Мука. Здесь ржаная и пшеничная первого соль. Какая пропорция? Ну, так вот тут примерно плюс-минус. Ну, вот сколько тут муки? Четыре к одному. Здесь соль, сахар, мед, патока и вода. То есть, ну, и здесь уже была опара, мука, вода, закваска, тмин и семя льма. И секрет, как я понимаю, какой-то. Ну, секрет всегда самый главный – это готовить с любовью. Ага. Вот это выливаем сюда, размешиваем лопаткой. Ой, класс. Вот когда вот так просто, я очень-очень люблю. Вот незамысловато. Так, ложечку там, чтобы не упало. Ложечку не упало. Сейчас я перемешаю сразу, чтобы все мутью со дна поднять. И аккуратненько. Теперь перемешиваем все это. Теперь это все тщательно мешаем. Ух ты, класс. Сколько вот из этого всего может у нас получиться хлеба? Четыре-четыре с половиной буханки стандартные. И вот за сколько по времени это съедается в вашей семье обычно? Ну, очень часто после выпечки одну буханку съедают сразу малыши, потому что он вкусный, с корочкой и сладенький получается. Так, ну вроде как это однородная история. Вы вот опытным глазом. В принципе, неплохо. Я просто очень боюсь вам испортить, потому что, вот чтобы вы понимали, это сейчас все намешано не для того, чтобы мы приехали сюда и сняли нашу программу. Это реальный замес, это реальная закваска, из которой получится реальный хлеб, которым семья потом будет питаться еще неделю, например. Там с котом все нормально? С котом все нормально. А, ну ладно, хорошо. Дальше аккуратненько высыпаем муку, чтобы она вся туда попала. Просто с тем вот, чтобы она вся туда попала, у меня обычно проблемы. Я сразу предупреждаю. Ну и без миски же она должна туда попасть, правильно? Нет, просто уточните. Сразу вспоминаются вот эти сцены из фильмов, из мультиков, в которых дети случайно залезают в кастрюлю с тестом. И вот я прям помню свои воспоминания из детства. Я еще тогда не понимал, почему это тесто так тянется, почему оно постоянно следует за руками. А вот теперь, попробовав это делать самостоятельно, я понимаю, почему так происходит. Вот, со дна все понимаем. Да, 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 да. Реально тяжело. Когда мне еще сказали, что ты поможешь мне замесить тесто, нужен такой вот, ну физически хорошо развитые руки, я думаю, да пшик, ну что это, ну тесто замешивать, придумали здесь, какая здесь сила? Нужна абсолютно любой человек, может с этим справиться. Нет, это реально тяжело. Такое ощущение, что руки твои попали в какую-то трясину. И вот, обратите внимание, я сейчас запущу руки в самую глубину, и вот, видите, если бы не придерживали кастрюлю, то кастрюля бы поднималась... О, поднималась бы вместе с этим тесто. Ну, и для того, чтобы тесто зря не пропадало, мы это делаем. Ну как зря, я думал, домой увезти на руках, но я так понимаю, что в вашей семье такое не прокатит. Я думаю, не стоит. Хорошо. Надо проверить теперь, чтобы кольцо не осталось в хлебе, а то у вас когда-то будет сюрприз. Кольцо на месте, тесто замешано, работы еще море. Нет времени сидеть на месте, и мы переходим ко второму испытанию. Вот это кролики, вот это клетка, которую периодически необходимо чистить. Открываем клетку. А там же кролики? Кролики, да, кролики. Ничего, они перебегают, как правило, или сюда, или туда. Можно сначала вот с рукой сгребаем прямо в тачку, все это падает. Вот там, где можно уже будет... Не нажать, это вы у меня забираете, все работает. Все, пожалуйста, я вам поставлю. Так же и отсюда. Кролики не начнут выбегать отсюда? Ну, они, как бы считается, что они вообще не прыгают из клетки на землю. Но иногда прыгают. Почувствовали, что горничная профессиональная пришла, даже покинули помещение. Да, воспитанные. Что-то стелим мы, что-то укладываем сюда? Нет, ничего, они сами наносят. Приятный запах, да? Очень. Давно вы не приезжали к нам, и никто не честил. Набралось. Я только хотел спросить, вот это мокрое сено, это, наверное, дождь попал. А по запаху, понимаю, не дождь. Еще вот так издевательски, я не знаю, видно вам, не видно, вот оттуда носики высовывают и смотрят. Городской за нами убирает. Хорошо. Правильно, иерархия выстроена. Давайте меняться опять. Вот это сюда, да, подтягиваем. Так, кыш. Кыш, 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 кыш. Я думал, что кролики несколько другое делают, очень много, быстро и часто. А вот по их клетке я понимаю, что не только это. Есть еще процессы, которые они очень любят, да. Так, ну что, закрываем, чтобы не поубегали. Да, и весело берем тачку и вперед вот туда, на навозную яму. Вроде такие маленькие, а последствий после них так много. Клетка вычищена, чего нельзя сказать о воздухе вокруг. Кажется, этот запах будет преследовать меня еще очень долго. Как мы уже говорили, что у нас есть доильный аппарат, которым мы дуем своих кост. И раз в неделю его нужно полностью разбирать и полностью мыть. И вот этот раз в неделю, это сегодня? Да, как раз сегодня мы отсоединяем все вот эти шланги. Потом откручиваем, вот-вот, раскручиваем. Это, да? И снимаем. Вот эти пластиковые, они тоже собираются. Ага, раскрутил. Сейчас после того, как собираешь мебель, останутся лишние запчасти, как понимаю. Вот так, да? Вот. Это полностью закидывается? Раскручивать полностью все надо. Раскручиваем полностью. Это надо разобрать. А, это тоже надо разобрать? Я надеюсь, мне не придется это собирать потом? Придется. Мы помоем это в теплой воде с содой, потом ополоснем. И потом это надо все собрать назад. Так как аппарат у нас на две козы, это все в двойной комплектации. Это ёршик специально. Вот эти стаканчики можно ёршиком. Это вот интересное занятие. Вот прям сидел бы, сериал включаешь и пошел. Вот очень, очень интересно. Теперь мне точно нужна будет помощь для того, чтобы все это собрать обратно. Потому что если на вашем счету уже сколько сотен раз разбора? Ну, десятков. Десятки, достаточно. Так, я помню. Такая штучка на ней была красненькая. По-моему, здесь. Но она больше никуда ей не подходит, по-моему, да? Да. Есть. Красная меньше? Нет, это я импровизирую. Был вот такой пропеллерчик. Да. И вот такая вот черненькая резиночка. Одна была с одной стороны. Вот этой стороной. Оп. Очень хорошо. А вот это пропеллерчик насквозь вот сюда. Да. Насколько я помню. И надо попасть вот. О! О, отлично. Вот, обратите внимание. Все, первая запчасть собрана. Так. Ну вот. Получилась вот такая очаровательная конструкция. Маникулова, для чего она. С отделением со стаканом. Ну вот так. Отлично. Есть. Ну уже потихонечку. Это похоже на доильный аппарат. Уже ничем не спутается. Цепляем на шланг. Тут важно какую куда? Важно. Важно. Ну тут особо не перепутаешь. Так. Да, здесь они по диаметру отличаются. Почувствовал себя сапером, разбирая и собирая этот доильный аппарат. А пока мыл его, гнал от себя ошибочную мысль, что руками доить было бы проще. Все испытания позади. Пришло время отдохнуть и попробовать домашнего чая. Ну что, вот и подошел к концу наш сегодняшний день. А может быть есть какие-то планы по расширению и дальше? Какие-то планы, которые вот хотелось бы воплотить в жизнь вот-вот, ну почти завтра что ли? Ну что касается планов, то немножко нам их пришлось скорректировать в связи с моим выходом на работу. Но все равно мы совсем недавно купили неподалеку еще один домик. Там немножко лучше ситуация с коммуникациями, потому что там центральная вода, центральный газ. Сам дом, несмотря на возраст, довольно крепкий. А сколько дома там? Сто лет. Сто лет. Сто лет. И там есть стены, которые не обложены кирпичом, со стороны к ним пристроен гараж. Я исследовал эту стену. Невероятно. Ни один брус, ни одно бревно не подъедено. Такие здоровые. И что там будет? Я так понимаю, жить. Ну, наверное, да. Мы когда обсуждаем, не знаем, через сколько это получится сделать там соответствующий ремонт какой-то. Да, предполагаем, что все-таки мы туда уже... Мы поедем туда. Семьей уедем туда, а здесь останется... Хочется сделать здесь и в доме что-то, ну вот под старину, чтобы это было такое место. Да, полностью своими руками, вот в таком стиле, скажем так, вот как вот эти вот наличники, на туалет ванну, как эта полочка, например. Это я нашел в сарае полностью заброшенную полку. Просто взял ее, шлифанул, обжег и вот такая получилась штука. И вот в таком же что-то стиле продолжать, скажем так, украшать вот этот дом. Такой дом для гостей? Дом для гостей, да. Здорово. Ну тогда пусть ваши планы как можно скорее, как можно легче, безболезненнее для вас, для детей, для вашей семьи осуществляться. Спасибо вам большое за этот день. Всего доброго, здоровья. Спасибо. Взаимно. Спасибо вам. Изначально казалось, что люди с такой судьбой никогда не смогут быть вместе. Казалось, им попросту не по пути. Но немного любви, понимания и умения во всем видеть хорошее. И вуаля, у нас счастливая белорусская семья. Пусть у них все получится. Пусть у них все получится.